Есть семь глупых ошибок, которые совершают люди в отношении своего здоровья. Первое — получение неверного совета, а затем принятие этого совета как факта. Например, пошли вы к врачу, и он спрашивает, что вы принимаете. Вы отвечаете — витамины, магний и так далее. А он в ответ — вам это не нужно, всё можно получить из еды. И вы принимаете это как факт. И даже если у кого-то есть звание доктора медицинских наук, это не значит, что они рассмотрели всю информацию или даже читали её. Они говорят вам своё мнение, и вы его принимаете. Это большая ошибка. Особенно это относится к витамину D, точнее, к его дефициту. В разных книгах про него содержится много информации. А если мельком пробежаться по первым трем страницам Гугла, найдёшь лишь ангажированную информацию, типа... Витамин D особо ничего не делает, мы получаем его в достатке из пищи и от солнца. Это просто ужасная информация, потому что у многих людей резистентность к витамину D. И обычные дозировки вроде 2000 международных единиц — это вообще ни о чём. Они не окажут терапевтического эффекта. Ошибка номер два — пытаться получить дневную норму белка из протеиновых порошков. По сравнению с животным белком, они неполноценны. Из этих порошков вы не получите витамины и минералы, которые есть в мясе. Вместе с тем ещё одна ошибка — это есть только мясо, и думать, что вы получите из него весь необходимый белок. Вы знали, что 30% всех белков в организме — это коллаген? А в мясе коллагена не так уж и много. Из тендерстейка, например, можно получить всего 1-2% коллагена. Третья ошибка связана с методами лечения, когда лечат симптом, а не причину. Я не говорю о врачах, которые лечат переломы или которые лечат от инфекций. Я говорю о лечении таблетками хронических болезней. Хороший пример — это сахар в крови. В норме сахар в крови должен быть на определённом уровне. Когда вы едите углеводы, гормон инсулин выводит сахар из крови и приводит его уровень в норму. И да, конкретно эта система в медицине действительно глупая. В следующий раз, когда будете у врача, спросите, сможете ли вы в какой-то момент прекратить приём лекарства, потому что оно сделало своё дело. Ошибка номер 4. Исключение соли из рациона, чтобы избавиться от высокого давления. Согласно нутрициологии, вам нужно вдвое больше калия, чем натрия. Но, наверное, будет лучше иметь в 4 раза больше калия, чем натрия. И вместо того, чтобы есть меньше соли, что вызовет слабость и другие проблемы, не лучше ли получать больше калия? Если хотите знать, что калий делает с кровеносными сосудами, то вот ответ — он делает их гибкими. Ошибка номер 5. Думать, что ненасыщенные жиры полезнее для организма, чем насыщенные. Я имею в виду вот эти ненасыщенные жиры, которые якобы полезны для сердца. Их очищают при производстве, и они есть во всей мусорной еде, то есть в ультраобработанной еде. Да, они могут немного снизить уровень холестерина, но что насчёт урона здоровью, который они могут нанести? Я говорю про отисление внутри сосудов, что вызывает воспаление и так далее. Ошибка номер 6. Считать, что красное мясо — это мусорная еда. Люди едят красное мясо уже очень давно. В нём содержатся витамины, минералы и прочие полезные вещи. Да, у обработки мяса есть несколько уровней, но пихать красное мясо и обработанное мясо в одну категорию и говорить, будто и то, и другое вызывает рак — это глупо, потому что красное мясо — это один из самых целебных продуктов, особенно для кишечника. Именно красное мясо помогло мне, наверное, за считанные минуты. Много лет назад я был зависим от мусорной еды, но потом я стал есть красное мясо на завтрак. И случилось чудо. У меня исчезла затуманенность сознания, мне стало лучше. И седьмое — читать про пищевую ценность на упаковках. Очень глупая ошибка. Если реально читать про пищевую ценность на упаковках, вас это поразит. Раздел с пищевой ценностью часто бывает очень запутан. Эти числа дают какую-то информацию, но что в данном продукте на самом деле — непонятно. Пока не прочитаешь сам состав. На первом месте там, конечно, сахара, в том числе скрытые за названиями вроде «высокофруктозный кукурузный сироп». Это во-первых. Во-вторых, там есть масла из семян, вроде кукурузного, рапсового, соевого и хлопкового масел. И в-третьих — крахмал. И это тот скрытый сахар, о котором никто не говорит. Взять, например, вот эту пачку чипсов. Всего здесь содержится 16 грамм углеводов. И вот, что любопытно. Сколько здесь сахара? Ноль. А теперь возьмём эти 16 грамм углеводов, хотя на самом деле это скрытый сахар, и умножим их на количество порций. В этом стакане 56 чайных ложек сахара. В этой пачке доритос его столько же. Очищенный крахмал влияет на уровень сахара в крови хуже, чем настоящий сахар. Но тут же написано, что оно без сахара. Теперь, видите, человек посмотрит, что сахара нет, и сделает глупость. Раз уж мы заговорили про крахмал, думаю, что это видео про мальтодекстрин вас шокирует. Посмотрите, вот оно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!